Жидкое дерево. Основные компоненты. Изделия из ДПК. Самостоятельное изготовление композита. Жидкое дерево. Что это такое? Часто интересуются те, кто лишь поверхностно знаком с современными отделочными материалами. На самом деле дерево, а точнее композитный состав на основе целлюлозы, вполне может быть жидким. Во всяком случае, изделия из него производят литьевым методом. В нашей статье мы расскажем, какие компоненты включают в себя жидкое дерево, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и применению таких составов. Основные компоненты. Полное название данного состава – древесно-полимерный композит ДПК. Это значит, что в материал входят как натуральные компоненты, так и полимеры, придающие дереву дополнительные эксплуатационные свойства. Со структурой материала можно ознакомиться по таблице. Компоненты. Полимерная основа. Особенности. В зависимости от назначения композита и выдвигаемых к нему требований, сегодня выпускают ДПК на трех различных полимерах. Поливинилхлорид. Наиболее распространенный, прочный, но при этом недостаточно эластичный. Полипропилен. Устойчивый к износу, гибкий, но более дорогой. Полиэтилен. Наиболее доступный по цене, но уступающий по эксплуатационным параметрам двум предыдущим. Древесный наполнитель. В качестве наполнителя используется измельченное целлюлозное волокно или древесина-стружка. Как правило, перед обработкой древесные отходы подвергают первичной ферментации, что способствует более качественному измельчению. Чем однороднее структура наполнителя, тем выше прочность его соединения с основанием, а значит, тем надежнее будет композитное изделие. Функциональные и декоративные добавки. Помимо древесины и полимера, жидкое дерево включает в себя самые разные аддитивы, добавки, которые отвечают за дополнительные свойства. Пигменты. Для окрашивания массы в выбранный цвет. Модификаторы и отвердители. Для ускорения полимеризации и повышения механической прочности состава. Лубриканты. Для облегчения экструзии и получения более гладкой поверхности панелей. Антисептики. Биоциды. Для предотвращения разрушения целлюлозного наполнителя микроорганизмами. Все эти компоненты смешиваются воедино, и после прохождения реакции производители получают композитное сырье, находящееся в состоянии расплава. Отсюда и название. Затем материал либо подвергается экструзии для изготовления формовых деталей, либо фасуется в герметичные тубы и используется в качестве ремонтного состава для заполнения дефектов и пустот в деревянных конструкциях. Обратите внимание, по сходному принципу действует и краска. Жидкий пластик для дерева. Она также, как и древесно-полимерный композит, может применяться для устранения глубоких царапин, сколов и т.д. Преимущества и недостатки Как и любой другой материал, композит из древесины и полимера обладает и положительными, и отрицательными качествами. Достоинства жидкой древесины являются прямым следствием его состава, так как она объединяет в себе лучшие качества натурального дерева и полимеров. Панели, изготовленные из этого сырья, внешне практически неотличимы от деревянных. Во всяком случае, современные технологии экструзии позволяют имитировать текстуру довольно точно. Изделия отличаются экологичностью и пониженной теплопроводностью. По этим параметрам они не уступают массивной доске. Полимерные основания надежно защищают целлюлозный наполнитель от набухания при контакте с водой. Обратите внимание, при использовании композитных панелей в отделке не требуется наносить на них гидроизоляционные составы, такие как жидкий пергамин для дерева. Использование современных присадок обеспечивает ДПК значительный запас прочности и износостойкости. Материал не повреждается грызунами и древоточницами. Плиты и панели из жидкого дерева отличаются пониженной горючестью. Изделия легко обрабатываются и монтируются с применением самых простых инструментов. Так что цена отделочных работ будет идентична их стоимости при использовании обычной доски. Совет. Например, для облицовки стен панелями из ДПК в качестве крепежа подойдут обычные жидкие гвозди для дерева. Что же касается минусов, то здесь нужно упомянуть следующее. При сочетании высокой влажности с высокой температурой материал достаточно быстро изнашивается. Так что для бани или сауны композит не подойдет. Если выполнить обшивку в помещении с плохой вентиляцией, то панели будут поражены плесенью, справиться с которой довольно сложно. Стоит композит значительно дороже древесины. Так что применять его для черновых работ нерационально. Изделия из ДПК Технология экструзии позволяет делать из композита практически любые конструкции. Однако наибольшим способом пользуются следующие изделия. Террасная деревянная доска или декинг. Многослойные пустотилы и панели, внешне не отличаемые от натурального дерева. Используются для обустройства террас, настилания полов на открытом воздухе и в помещениях и т.д. Облицовочные панели, планкин. Однослойные пластины с ребрами жесткости на внутренней стороне. Являются практически полным аналогом винилового сайдинга, отличаясь от него только свойствами материала. Детали ограждений, заборы, перила и т.д. Конструкции получаются легкими, прочными и вандалоустойчивыми. При этом срок их эксплуатации во много раз превосходит аналогичный показатель у деревянных сооружений. Обратите внимание, для герметизации стыков деталей и защиты их от влаги может использоваться жидкая резина для дерева или аналогичный состав. Самостоятельное изготовление композита Вдохновившись свойствами композитных панелей, многие мастера интересуются, можно ли изготовить жидкое дерево своими руками в домашних условиях. Конечно, полный аналог высокотехнологичного сырья сделать затруднительно, но вот простейшие древесно-полимерные составы для мелкого ремонта может сделать любой. Инструкция предельно проста. Для начала берем небольшой кусочек древесины и с помощью пилы получаем нужное нам количество опилок. Опилки размалываем в кофемолке в мелкую пыль. Затем полученный целлюлозный порошок смешиваем со столярным клеем ПВА, добиваясь необходимой консистенции. Если нужно, добавляем в состав краску требуемого оттенка, чтобы наша жидкая замазка для древесины не выделялась на фоне ремонтируемого предмета. Само собой, террасную доску из этих компонентов не изготовить, но вот для заделки трещин, щелей или выбоин состав вполне подойдет. Заключение. Жидкое дерево достаточно сложное в производстве, дорогой, но в то же время надежный и долговечный материал. В ряде случаев он многократно превосходит по эксплуатационным характеристикам натуральное дерево, потому изделие из него вполне можно рассматривать как альтернативу распространенным доскам или панелям обшивки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!